США и страны Европы сообщают об эвакуации тысяч афганцев, которые может угрожать опасность после прихода к власти Талибана. Франция для этого развернула центр для приема беженцев на авиабазе в 30 километрах от Абу-Даби. Этот временный комплекс накануне посетили министр обороны Франции Флоранс Парли и глава МИДа Жан-Ифф Ледриан. Их визит совпал с сообщениями о потенциальных исламистах, которые вместе с эвакуированными афганцами прибывают через ОАЭ в Пятую Республику. В Париже пятеро выходцев из Афганистана на время проверки были помещены под наблюдение в рамках закона о противодействии терроризму. Одного из них во вторник утром арестовали. Он был замечен за пределами зоны, которую ему запретили покидать. Объясняться пришлось министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Никакой уязвимости в нашей системе безопасности нет. Как вы знаете, более тысячи афганцев и около сотни французов были за несколько часов эвакуированы из Кабула в Абу-Даби и из Абу-Даби в Париж. Те, кого в суматохе не смогли проверить спецслужбы, были направлены на проверку на французской военной базе в Абу-Даби. Среди отли тысяч афганцев действительно оказался один человек, связанный с талибаном. Но он помогал нам. Французское правительство обещает не ставить под угрозу безопасность жителей республики и не допускать на ее территорию террористов. Этот вопрос все более актуален и для других стран Европы. Так, в британском аэропорту Бирмингема среди эвакуированных из Афганистана обнаружили человека, которому был запрещен въезд в Соединенное Королевство. Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что это скорее хорошая новость. Я не разделяю тревогу, которая прослеживается в некоторых публикациях об этом человеке. Наоборот, меня успокаивает то, что система отслеживания подозрительных людей работает должным образом. С момента захвата талибами столицы, по последним данным, из Афганистана эвакуированы более 50 тысяч человек. И эти операции еще не закончены. Страны НАТО настаивают на удержание аэропорта Кабула после 31 августа. Движение «Талибан» грозит в этом случае жесткой реакцией.